Достаточно легкого шуршания мешка и питомцы бизонария Усть-Ботома спешат на завтрак. Едят бизоны часто и много. Зимой им регулярно подкладывают сено и обязательно комбикорм. Он лучше любого деликатеса. По три килограмма комбикорма даем каждый день и по 20 кг сено. Сотрудники без труда определяют своих подопечных. Вот теснительная принцесса, самая бойкая София. В этом вольере содержат лишь самок с детенышами. Самцы живут отдельно. Их вес может доходить до тонны. Даже маленькие представители своего вида, играючи, могут снести все на своем пути. Взрослее они становятся крупнее и мощнее канадских собратьев. Местная любимица принцесса уже не раз радовала работников бизонария потомством. По ней вот так вот сразу и не скажешь, но она вскоре вновь готовится стать мамой. Очередное прибавление ожидается в питомнике уже через два месяца. Поэтому за самками ведется самый пристальный уход. Огромные степные животные, переселенцы из Канады, спокойно выдерживают самые лютые морозы. Утепленные загоны им не нужны. Настоящий заповедный кусочек леса с реликтовыми животными находится по ту сторону реки Лены. В двухстах километрах от Якутска. Именно в Усть-Ботами животных готовят к жизни на воле. В бизонариях. Уже в марте пережившие первую зиму телята отправятся в путь. В очень хорошем состоянии сейчас. Питанность у них очень хорошая. Они зимуют нормально. Начатый больше 15 лет назад эксперимент по возвращению бизонов на историческую родину Якутию дает свои плоды. Численность ровесников мамонта увеличилась почти в три раза. И сегодня достигает 290 особей. Весной, уверяют специалисты бизонария, эта цифра станет еще больше. Продолжение следует...